зашел на второй эстакадный мост со стороны фризонских ворот вот они там на горизонте такие темно-красные с красного кирпича вот и пройдусь по нему вот начало до конца вот для того чтобы заснять в основном для того чтобы заснять как идет строительство стадиона чемпионата мира по футболу вот он находится так почти в конце этого моста я буду идти снимать то что есть уже тут какие-то другие новостройки появляются потихоньку ландшафт меняется немного вот здесь вот такой делают дугу вот здесь два раза будем проходить по новом место где мост проходит над рекой прегель или приголя как ее называют на русский лад вот потому что вот эти два рукава приголя не может быть они имеют какие-то названия свои топографические но так это не сколь важно в данный момент они погибают вот тот самый остров у нас и пишется в Калининграде с большой буквы остров ну что вот это та территория на которой будет строиться стадион ну собственно говоря скоро к нему подойдем не знаю как мне сейчас снимать наверное все таки сниму полностью видео по возможности вот тут первый рукав мы пересекаем за водой этот заборчик будет пониже вот один из рукавов приголя вот здесь вот новую все там два года назад тут росли деревья вот в этом месте а вот там он где остров где-то желтого цвета там вообще был полный лес такой болотистый лес я бы народ уточнил бы тут земля низкая и ну как говорят при строительстве при начале строительства тут испытывали трудности определенные с тем что местность заполочена заболоченное место удобное место для того чтобы на ней что-то строить утки плавают вода относительно чистая с точки зрения экологии так она немножко мутноватая вот но как убрали некоторые предприятия вода стала намного чище вот кувшинки начали расти раньше никаких кувшинок не росло и запах стоял от риги такой сероводородный скажем так вот что там на горизонте вот эта вся территория еще потом ближе подойду это и есть территория стадиона будущего он то что такое я не знаю стадион или это сам или просто какое-то здание прилегающие который будет прилегать к этому шпурком что я точно сказать не могу это надо посмотреть по плану там что-то мне не хочется план смотреть вот предель идем вот поскольку здесь будет центр что ли спортивный чемпионата вот в этом месте поэтому здесь порядок наводят тут скорее всего может быть и набережную как нибудь сделают это набережная которая здесь есть это условная набережная берег просто укреплен бетонной и вот такой вот стеной там и как там набережная у меня есть видео где-то оно то ли прошлогоднее то ли позапрошлогоднее вот с головы вылетело я тоже вот этим же маршрутом проходил вот там она называется второй эстакадный мост или на эту на это видео сбросить ссылку с предыдущего видео это чтобы было более-менее понятно что было как изменилось рыбаки всего вот этого берега который мы сейчас видим такое дом не оборудованный берег скорее всего он уйдет скоро прошлое здесь будет набережная вот поэтому можно сказать что это тоже на будущее это кадры которые будут такие исторические в плане что скоро этого не будет вот вот дорогу построили здесь совсем недавно вот здесь был лес просто заболоченный лес да я вот это отдельно снимал тут еще ручей протекал и была такая большая лужа или заводь я бы ее наверное так назвал скорее всего эти деревья снесены в конечном итоге скорее всего вот может быть сама арена стадиона будет вот на этом большом желтом песочном поле вполне вероятно я знаю но будет смотреть дальше можно вниз спуститься но я не вижу смысла здесь вот мост с этой стороны такими звукоотбойниками оснащен потому что вот это вот жилые дамы да ландшафт совершенно поменялся уже здесь был лес потом деревья здесь были немаленькие скажем так ну вековые деревья там может по 100 200 лет вот эта территория была сплошь заболоченная зыбкая такая тупь здесь была вот навезли сюда песка так сейчас я первый раз вижу такое состояние острова в этой части это полтора года осталось до начала чемпионата меньше двух меньше двух вот так на рассказать ну я так считал что по поводу места где строить этот стадион велись определенные дебаты кто-то был согласен кто-то не согласен не согласны были в основном из-за того что здесь болотистая местность то это обойдется дороже только одно только укрепление самой почвы дорого обойдется вот этого путепровода дороги и и не было позапрошлым году по-моему сегодня обещали 19 градусов но опять обманули вот какой-то канал по которому типа дренажный канал по которому вода уходит можно даже здесь увидеть почва далеко не сухая подводных источников наверно здесь предостаточно воду выводить надо один с камальчиков таких Так, ну что, не попался я тут в капкан? Ну а сейчас через дорогу будет переходить Ну да, получается как-то так Придется перелезать Ладно, попробую сейчас